Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кто-то себя не ломает, ему брошь сна. Почему тело? Почему самодвижение? Самодвижение – это и спорт, это и пластика, умение чувствовать тело. Но с другой стороны, это умение понимать себя, даже что в тебе происходит. Вот на этапе, ну так в театральном отделении, на первом курсе мы начинаем делать этюды. И поверьте, ну крышу сложно. Это очень тяжело тебе поначалу делать. У меня был преподаватель Евгений Васильевич Несенко, народный артист Украины. Он в этой школе-студии АМХАТ, он учился вместе с Дуровым. Требования были сумасшедшие, он очень жесткий, строгий был. Каждый день три этюда принести. Потому что такой этюд – это такая небольшая сценка, без слов, в зоне вынужденного умолчания, не пантомима, которая имеет завязку, развитие, кульминация как-то заканчивается. И по три этюда каждый день – это застрелиться можно. Просто это очень тяжело, ночами не спишь. Мы из театралки выходили в 12 час ночи, иногда там оставались ночевать, что-то репетировали. Но не объяснили одну штуку. Потом, когда ты начинаешь, дальше развиваешься как актер, ты понимаешь, что сейчас идут сделать, только по 20 минут ты можешь сделать. А весь секрет в чем? Тут же мы ближе к самому движению подходим. На сцене нельзя сыграть себя. Есть определенный этап – яд предлагаемых обстоятельств. Яд предлагаемых обстоятельств. Но тоже не объяснили. Понимаете, часть педагогов… Я не хочу никого обижать. И система Станиславского почему-то в Америке ее изучают. Изучают как науку. Хотя… Не есть это фанацея, но как науку. Потом появляется Меркольд Чехов, который, в принципе, еще больше открывает нам систему Станиславского. Вот только Меркольд, который был био-механик, я не буду вас грузить фамилии. Меркольд, который через дар. Если Станиславский от внутреннего к внешнему, у нас создавались образы такие через тело, и постигали себя внутри. Вот кто ближе к саму движению. Так вот, я предлагаю обстоятельства. Тоже есть одна ошибка, но о которой плохо читали Станиславского. Понимаете? Потому что должно быть обстоятельство такое, в котором я никогда не был. А не так, что, знаете, стандартный тюдик, я отглажу себе юбочку, а мне надо быстро уходить, я ее пропалил, как из этого выкручивать. В принципе, идет такой стандартный банальный тюдик. А ты придумай, например, ситуацию, когда ты никогда не знал, ты находишься в медицинском кабинете, где лежит пациент в коме. Этюдно. Ну, к примеру говорю. А я такой, там, ребенок или там человек, рядом дефибриллятор, который я не знаю, как он включается. И вдруг человек останавливается сердце. Что я буду при этом делать? Вот с этого начинается этюд. Ну, он может начаться с того, что я хочу здесь, тебе сказали, посидеть, а я хочу, а я, не знаю, какую-нибудь игру играю, и мне вот-вот-вот и так надо пройти. А этюд начинается не с того, что и надо доиграть, и тут что-то надо делать. Понимаете? Если вопросы, сразу останавливайте. Я могу задумать. Задумать-вот. Ну, второй этап с этюдами. Надо... Нельзя сыграть на сцене себя. Ну, вообще, и первый, почему, вопрос, да, когда человек выходит на сцену, почему он боится? Потому что он вышел на сцену, и у него огромная ответственность, на самом деле. Огромнейшая ответственность. Огромнейшая ответственность. А без них ему надо что-то дать. А я выхожу, понимаешь, что дать ничего не могу, потому что у меня вот так будет. И надо как-то стихи читать, или что-то там играть надо, или разожать. Чувство ответственности. Как только на сцену выхожу не я, а другой персонаж, и я его все четко представляю. Сразу ответственность остается на ком, на том персонаже. Да, и когда меня спрашивают, тоже когда-то... Ну, тоже вопрос был, ну вот я не чувствую там роль какую-то, трех сестрах там, или в дяде Ване, или еще он где-то. Я говорю, ну ты представь человека, не себя, но другого человека с каким же именем, вот как персонажа там. Да, и все. И сразу забрось ответственность все на него, и возьми все раздражители, которые есть в том человеке. Я сейчас объясню момент, когда мы не влём, мы бываем очень уточнены в своем движении в актерском мастерстве в быту. Приходит человек, да, вы часто это встречаете, да, и вот есть такой негатив. У меня подруга, она меня достала, она такая осколочная, она такая... А видишь, она ко мне подходит, она говорит. И ты сразу, и как четко человек, сразу включает ее тело, ее интонацию, все, что меня раздражает. Да? Нет, я же такая хорошая, я же всегда правильный, или я правильный. А он подходит. Да что ты? И сразу манера его, и сразу тело щекает. Через минуту, и вот при этом, он создаёт такой диалог. И когда заходит этот человек, о котором говорили, мы его сразу узнаем. Почему? Да потому что в этот момент, пока я рассказывал историю, и делал вот тот негатив, я на себя наделал вам того человека. И я такой органичный, такой короче. Сам себя человек, почему не может сыграть? Я уже вам сказал в интервью, потому что в день мы играем кучу ролей, кучу. У нас роль социум, и мы никуда от этого не денемся. Мы утром проснулись, зимаи дни, пока нас будет, у нас уже первый ролик, у нас будет в школу, понимаете, на работу, в институт. когда вставать абсолютно не хочется. Да, и вот начинается, и тут уже включается такое, актёрское мастерство создано. Да? Потом мы пришли в школу, на пару студентов, мы ещё одну роль играем. И пока мы тут встретились, при этом, ну, как дела, мы одних сыграли, всё, преподаватель вошёл. Один вошёл, мы одну роль играем, другой другую роль играем. Вечером мы встретились с друзьями, более близким, третьим он играет. Встретили кого-то из родителей, с родителями тоже, игра социума. С папой одним, с мамой другие, с сестрой с братом третьей. Вот уже роль, это моя социума роль, я в ней не думаю, я себя не контролирую, я себя контролирую, вот это глобалку психологически. Но как при этом, характерно я себя люблю, я об этом не думаю. Какие жесты, как я моргаю, как я поправляю волосы, как я смотрю. А вот самодвижение тоже, первый этап начинает понимать своё тело, как оно работает. Потому что другой человек, я думаю, опять-таки, какой этап идёт, из чего состоит образ. Но образ – это не я. Первое, что мы учим. Да, состоит из характера и характера. Характер – это внутренняя характерность, это или проявление характера, или внешний, опять-то, внешний раздражитель человека. Да, он может заикаться, это уже характерность. Да, мастер характера этих штучек был Андрей Миронов. Не сам его любимый, честно скажу. Могу про голос сказать. Мне Евгений Миронов гораздо больше нравится. Больше. Но Миронов гениален в подборе вот этих вот характерных штучек. И вот в Миронове видно вот безумная работа человека, которого не было, ну, не было такого таланта, как был там у Евгений Евстигнеева, Евгений Миронова, неухобедство. Ну, внутренне этого. Ну, он в себе развился актер с западной формацией. Из-за этого низкий покой. Сколько он придумывает характерных штучек, да, любой фильм, посмотрите. Там такой, здесь такой, где-то, сколько уловочек, везде разные. Потому что он их коллекционирует. Евгений Евстигнеев, у него, я тоже говорил, у него любимая коллекция, он коллекционировал женские походы. И он мог показать их до двухсот штук, и ни разу не повторится. Но если бы Евгений Евстигнеев делал человек, который копирует эти походки, да, а не понимал, как характер этой походки, от чего? От внутреннего иногда идет этот характер. Да, и... Так это было бы неинтересно. Потому что вот уже, уже, уже не угодно. Возвращайтесь к цели движения. Если человек не чувствует своего тела, сыграть какой-то образ на сцене, ну, я считаю, невозможно. И сейчас мне нравится, что есть некая революция в театре Пучкина, которую мы знаем. Да, но одно время, это просто был такой стоящий театр, где ты приходишь на сцену, где человек удобно сел, красивым голосом полчаса разговаривает, удобно сидит, еще взвалился, и чего-то говорит. Да? И другой вышел тоже, чего ты говоришь, сидишь так... Ну, это тот же оперный театр. Мы пришли в оперный театр. Я сейчас чем-то... Я режиссер оперного театра. А я сейчас ломаю в оперном театре то, что мне не нравится. То, что я занимаюсь музыкой, приходил, выходят какие-то тетки, какие-то дядки, что-то полчаса на непонятном мне языке поют, что происходит, я вообще не понимаю. Я начинаю все это заставлять двигаться, действовать на сцене. И зрители сразу же все равно на этом языке идут спектакры, потому что он понимает, что происходит. Самое главное – это действие. Так вот, а сцен для жизни. Если человек не чувствует своего тела, он никогда не... Где-нибудь все равно, в каком-то момент он будет себя контролировать, так ходить как-то правильно, он надел фраг, но еще там 10 минут. Потом он уже просто стал ходить правильно, и поверьте, еще полчаса, и человек во фраге превращается в человек, который уходит в футболки и в спортивном костюме в тапочках по дому. Он так и будет ходить во фраге, вот таким будет дневнее негер, будет делать вот так. Он будет. Потому к системе сценодвижения. Сейчас что-то попробуем. Конечно, есть масса упражнения на взаимодействии. Да, это тоже связано с центрами тяжести, непосредственно. Но я начинаю всегда с того, что я начинаю с жуткой, жесткой безухи, что называется. Такая – спорт для актеров, где есть совсем другой комплекс, поверьте, у нас все есть там бодифлекс, там аэробика, там пилатес, там еще. Это все, новая, это система, это все из актерских тренажей половина взята. Поверьте, когда ты этим занимаешься уже там с 80-х годов, и тут тебе это подают, как что-то нечто новое, а мы это делаем. Да? Вот вам и штука такая. Давай я тоже покажу, что вы можете. Хотите? Вот. А там, с чего все начинается? Все начинается с того, что я, к примеру, могу показать, с чего просто начинается, с чего я начинаю. Представьте, я вам покажу. Я не буду весь комплекс давать, потому что вы просто долго, долго, вы просто на себе попробуете, с чего все начинается. Подрастут? Поднимайтесь, да. Я практик, я обученную теорию театра, но для рукава тебе нужен. Я не буду полностью комплекс показывать, но несколько вещей вам покажу. Начинается все с интерфер, когда на сцене надо стоять, есть такое понятие «стать». Что такое «стать»? Стать – это ни при чем к плечу, ни спина к спине, но так, что вы друг другу не мешаете. Абсолютно не мешаете. Вот я стою в середине, все видят меня. А, вы заполняете максимально. Ставьте на сцену, волматую риту можно оставить. Ставьте на сцену. Мы заполняем пространство. С этого начинаем. Мы становимся так, что друг за другом не становимся. Каждый видит меня, я вижу каждого. Если кто-то меня не видит, значит его не вижу я. Понятно, да? Равномерно распределяем себя в пространстве на сцене. Вот с этого начинаем. Понимаешь, да? Дальше. Есть на сцене недвижимость. Недвижимость – то, что не двигается, от что можно самим поломаться. Потом надо стоять так, чтобы мы недвижимость не цепяли, если мы будем там бахать руками или еще. Начинается с элемента. Первый пост. Мы должны себя приличить правильно, держать тело. И контролировать себя все время. Я потом скажу так. Ну, для начала, все глубина ширине плеч, в отличие от болета. Только не шире-шире. Да, есть два синдрома. Есть два синдрома. Синдром Швастнеггера. Да, это когда даже Швастнеггер поместил своими плечами. Синдром Дюймовича. Ширина плеча – это ширина плеч. Вот. Стопа – параллельно. Стопа – параллельно. Потому что вы еще не учились по параллельной линии, но это когда беды не вот так, и они, если линии себя прокрыты, они не пересекаются. Да? Тоже параллельно. Это не параллельно. Вот здесь надо все четко понять. Вот чувствовать свое тело. Почему? Сначала я оглядываю. Я смотрю. Потом, когда проходит время, я говорю, мы на Швастнеггер, все-таки параллельно. Уже все стоятся на здоровье, а через две недели уже никто не смотрит. Второе. Руки висят. Вот тоже надо себя. К чему приучить себя надо? К свободным рукам. Вы заметили, что когда мы выходим читать хоть в школе, хоть в сцене или еще в дископрине, мы всегда не знаем, куда деть руки. И рука, это становится, беда любого начинающего артиста. Юбочки у девочек. Да, в детском саду все это начинает. У мальчика, у которого, он говорит, ну, уголицы. Он говорит, у тебя еще что-нибудь, телевизор все время он так вот начинает читать, да? Привыкните держать плечи и руки всегда расслабленные. Вот всегда. Жизнь. Вот вы двигаетесь, максимально пытаетесь себя заставить держать руки расслабленные. Что такое расслабленные руки? Это расслабленные от плечей. Руки от плечей расслабленные. Да, потому что, заметьте, что еще с нами происходит? Все говорят, все себя сейчас спорят. Пока мы можем трепаться с друзьями и с подругами, петь песни, орать по три по четыре часа, горло не устает. Выходишь на сцену, прочитая какое-нибудь стихотворение, к концу стихотворения, горло уже нет. Что происходит? Человек, который стесняется, у него что зажимается? Плечи. Нет. Плечи. Плечи зажимают шею. Шея зажимает мышцы, которые действуют на связки. И, в принципе, что происходит? Устают связки. Связки болеть не могут, они безменных окончательно. Но все, что рядом со связками, воспаляется. И потому что человек начинает лепеть, он к концу уже все. Потому что у него зажались плечи. Зажимаются плечи. Почему у человека? Потому что инстинкт самосохранения влядется в себя. Да, это синдром, как он в землю прячет. Страх. Страх. Здесь в себя. Мы всегда прячемся. Всегда. Мы всегда прячемся к определенному центру. Сверху треск какой-нибудь. Да, что у нас происходит? Да, нам страшно. Всегда. Вот то же самое. Только визуально мы почти не видим, но плечи зажимают. Дальше. Вот и дальше просто начинается вот это первое, с чего мещена веща, например. Ну, в этом тренажере. Мы 3-4 комплекса разные. Мы просто поднимаем руки наверх, выясняемся на носочки, и просто сильно-сильно тянем руки наверх. Руки сами при этом ладони параллельны. Да? Ладошка смотрит на ладони, пальцы, плотно ножа. И тянемся сильно макушкой наверх. Это не сдает руки параллельно. Только сильно, макушкой сильно-сильно, позвоночник должен весь вытернуть. Весь. Еще сильнее, еще не базарь, а только базарь, шея. Для них тоже надо степить. Тянемся, тянемся. Нет. Ладони полностью вытернуты. Это полностью надо. Вот, вот, все. Мы потянемся, надо максимально. У нас души лица тянут. За этим тоже надо степить. В этом спину не продевать. Вот. Все тело вытянется. Но потом, когда мы стояли, не шатали. Пока все тянется, пальцы, то облажали. За этим тоже следили. Слушаем, вам не слышно, что я говорю. Слушайте, да? Вот. Все должно быть в тягу. Вот. Мы тянемся. Если правильно мы стоим, мы не шатаем. Повесим. Повесим. Расслабимся. Те, кто в очах, расстроен. Нет. Повесим. Работа появилась. Повесим. Работа появилась. Повесим. Что болит всегда. Вот в восстановленной жизни. Вот болит шея. Вот тут болит. И у многих, знаете, когда мяч начинает, вот тут аш. Такие графики. Повесим. Повесим. Шею расслабим. Руки расслабим. Тернуться не на ногу. Попробуйте просто расслабиться. Расслабить шею. Ничего не надо делать. Просто расслабиться. Вот это то, чему не умеют люди. Простые. Да? Повседневная жизнь. Уметь расслабить шею. Видите вот зажатую шею. Вот это тоже. Если же голова смутит вот так вот, расслабься. Широ расслабься, волосы расслабься, нанеси должно, финансируйся. О! А коллеги, я не говорю, чтобы нажиматься. Ну, в принципе, выпрямились. Я сейчас не буду целый комплекс вам давать. Так трижды делаешь, чтобы человек понял. Вот я буду целый. А? Нет, вы мне говорите вслуху. Я, может, что я не подделаю? Да что получается? Два положения. Горок будет целый. То, что человек не привык делать вообще. Если он не висит на троникеле. Руки, я говорю, вот я расслаблюсь. Руки расслаблюсь. Слышите тоже. Говорите. Включите людей, чтобы руки висели. Это очень тяжело. Все равно что-то чесаться начинает, все равно что-то чуть-чуть потрогать. Нет. Да. Вот. Это еще раз делайте. Второй рак. Только мы не вот так стоим, а вот мы стоим. Да, мы подтягиваем. Здесь нельзя быть соплем. Да, на сцене мы будем подтягивать. Еще раз делайте. Вот, потянули. Да. Ладошка смотрит на ладонь. Ладонь с ладонью говорит. Ребята, я прошу трениться телом. Просто надо делать его с глазами. Лица расслаблены. Пройдет и не показываем. Это ручки. Да. Вот сильнее. Еще сильнее. И при этом еще спокойно дышим. Это ручки расслаблены локтях. Сильнее. Не надо. Халкурять, да. И поверьте еще раз. Балее. Вот теперь сразу же расслабить шею. Вот. Сразу понимаете, что такое расслабить шею. Это она висит. Ну вот с этого начинается. Вот. Поэтому поднимитесь, да. По этому упражнению можно определить сразу. Это сразу определяет она. Внимание и разница, ну разница, например, человека, который делает вид, что ведет в самодвижение, человек, которого его ведет, он должен замечать, должен замечать проблему. Замечать проблему, что если говорить расслабиться, то это надо снять. Потому что надо научить тело, каждая часть тела работать автоматически. Например, есть всегда связанные психологические места в теле. Если вы сейчас начнете, например, разменять ноги, у вас тут же пойдут ноги. Вот я еще раз объясню. Да, вот теперь просто это... Сейчас покажу еще связанное психологическое место. Попу не будет сильно повращать руками. Расслабим лиц. Расслабим лиц. А теперь назад. Ну, это не сильно. Вот. Видите, зажаты лица. Стоп, расслабим. Все зажали лица сразу же. А если человек расслабляет, то другой момент начинает. Начинает работать сразу губами. Расслабленными лицами тоже держим. И потом как идет... Из чего все началось? Дальше старое. Я сейчас не буду просто ребят поспотеть. Мы начинаем сверху вниз себя разминать. Это даже не разминать. Это наработка мышц. Да, мышц и сухожилищ. Чтобы они растягиваются. Сильникарных упражнений. Но за этим тоже надо следить. Если работает шея, то работает только шея. Да, вот например, мы на раз-два мы голову сильно опускаем. На три-четыре сильно поднимаем. Но при этом что не должно происходить? Зачем следить? Взаимосвязана шея с тазобедренным суставом. Психологически. И часто получается раз-два, три-четыре начинает прогибаться спина. Нет, вот эта часть вообще не движется. Крудь тоже вообще не движется. Просто попробуйте, да? Только смотрите, раз-два, силовое упражнение я считаю. Тоже большая ошибка умеет распределить свое тело в пространстве. Это что такое? Посмотрите, это не меня сейчас ошибкой делать. Раз-два-три-четыре. Я прошу, раз-два и два это будет крайняя точка. Три-четыре. Раньше не делали и позже не делали. Четко умеется определить, дело пространство. Поехали. Раз-два-сильно силовой, дергутся назад. Три-четыре, без взрывков. И? Раз-два, без взрывков. Три-четыре, сильно назад, четыре — это сильно-сильно. Нет, я же не попросил, а за них там вот там шиклы, да. это не только у детей вы можете усгибнуть, чтобы кто-то считал 1 2 те идентичные начинают сразу шить у нас начинают тратить, чтобы ноги сразу опускали и максимально чувствуются, как тянется мышцы мы очень медленно, не резко по началу поехали и 1 2 видите, уже все подвернутся мне только на 2 должны быть закончить Сильно, не запрокидывая голову, не запрокидывая голову. Еще сильнее, а плечи не поднимаются. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Сейчас мы так коротко делаем. Дальше этап – это на голову голову. Это право-влево. Тоже через какую-то осень должны идти. Чтобы плечо не было. Я был когда-то, странный. Чтобы этого не было. А ручки висят. А ручки висят. Не отвалится волка, не волнуйся. Тоже самое на голову. Право-влево, тоже на два. Поехали. Ухом что-то. Раз. Два. Еще не вытерь. Сильно-сильно. Не вот так. А ухом. Дальше. Три. Четыре. Очень сильно. Еще раз. И. Раз. Два. Три. Четыре. Вот это этап решения. Она сейчас быстро показывает. Опять следить, чтобы тело не гуляло. Мы учимся, учим тело работать остановно. Верхнее. От нижнего. Нижнее. От нижнего. От нижнего. Дальше этап идет. Повороты головного груза. Покрутили загляд. Это все понятно. Это уже можно было после медленного статического. Дальше идет нагрузку. Я люблю статику. У нас статика развивает множество. Статика лечит остеохондрозы. Статика выпрямляет стариозы и все остальное. А тело делает правильно. Дальше мы руки как кисти поднимаем. Тоже. Зачем все? Руки в сторону. Ножки на шею и плечи встают. И мы делаем упражнение. Раз. Два. И на два. Что мы делаем? Мы не пытаемся зашагить. А мы еще больше на два. Пытаемся раздвинуть. Нет. Нет. Сначала мы кисть поднимаем. А тут тянуть все должно быть. Только вот так. И еще дальше. Раз. И два. Еще дотягиваем в сторону вот эти части. Не в лицо. Потому что и потурали сзади. Пальчики под ножами. И потом внизу делаем. Убавили. Я это не делаю. Не за то, что я не убавил. Так. Потом три. Четыре. То же самое мы утягиваем вот эту часть. Это мы работаем своим весом, своей силой. Спину не прогибать. Так. Ну какая делаем? И раз. Вытянут вниз. Не сжимаем. И вот сюда еще толкнуть надо. Слеве. 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 Не надо нормально. Это нормально. Похожей? Похожей. Но не дно. Руки параллельно к ногу. Плечи не прогибаются. Тоже за этим надо следить. Еще больше. Еще больше сторон. Да. Три. Четыре. Раз по двенадцать. Хотя бы надо. Да. Я просто не хочу, чтобы мы сейчас очень мокрые были. Поэтому мы не делаем. Потом то же самое мы делаем. Похожей. Похожей. Вверх. То же самое. Не-не-не. Мы не путем выходить. Мы делаем. Раз. Два. Насколько можем. Не надо питаться делать. Ну вот такой вид. Похожей. Похожей. Стали. Стали. Поехали. Поехали. И раз. Два. Раз. Два. Сюда. Да. А еще больше. Не важно как здесь у вас получилось. Важно вытянуть его. Сильно подтянуть. И вниз. Три. Четыре. Да. Три. Четыре. Три. Четыре. Руки параллельно от головы. Руки параллельно от головы. Тянющие. Да. Опять. Потом вот. Раз. Два. Три. Четыре. Зачем следить. Параллельно. Человек должен не глядя на себя и в зеркало. Само движения простой предмет, который не ведется у зеркала. Потому что мы человек, который контролирует. Дальше человек должен начать контролировать себя сам. Не глядя в зеркало. Он должен понимать. Актер не глядя в зеркало, он понимает, что если он делает эту позу, то она так и выглядит. Понимаете? Велика. То есть он встал правильным. Потому что многим кажется, что он Аполлон Бирюдерский, а на самом теле уходит. Да. Дальше. Это вот такое. Дальше мы начинаем круговые движения руками. Вот здесь делаем широко расставленные пальцы. Мы широко руки в сторону. Широко расставленные пальцы. И мы что-то первое. Вот раз. Мы руки делаем, как мечтал, как холодильник. Вот. И язницами ведем на верх. Здесь мы чуть-чуть подключаем плечевой гвоздь. Это вот так вот. Раз. Два. Три. Максимально. Максимально. Тут руки назад. Не заботы. Тут руки назад. Не заботы. Три. Потом говорим. Руки параллельно. Вышли. А он говорит так. Стоять. Только вот выключил. И опять вытягиваем. Все постоянно стильного пункта. Пальцы вот такие. Да. Вот здесь. Вот здесь, смотрите, все время создается не напряжение, а путь внутренняя часть. Понятно? Вот это вот зажатая рука. Вот она вытягивается. Все сухожилия тянули. Вот поэтому. И вот так. Раз. Нет. Это вот. Дома холодильник пришел. И. Мы с вами с вами вместе. Два. Три. Выкручивая. Прямо плечо вот. Прямо плечо надеваем. Три. Против параллельно. Пальцы широко расстанут. Вот. Три. И теперь отсюда до. Три. Мы четыре. Вот так вот. Следующий. Дальше этап. Мы назад. Холодильник сзади. Холодильник сзади. Вот раз. Вот здесь. И большими пальцами ведем вниз. Два. Три. Выкручиваем плоти прямых. Два. Три. И делаем четыре. Стоять. У меня. Два. Три. Кисти. Вот. Дальше. Мы работаем. Разменивать. Начинаем. Потихоньку. Назадок. Работы идем. Элементарное упражнение. Всю жизнь делали. С физкультуры в школу. Но. Мы начинаем вращение. Такое. Четко было. Да. Вокруг. что кокоть не здесь и полностью рукописывается. 360 градусов. Активно волнуется. Поехали волнуется. А ты находит. Вот это активно. Лица, лица, лица. Спокойно. Вот так вот. Это другое. Это другое, конечно. Вот четко, четко. Только кокоть работает. И другую сторону. Ну вот так поработает. Это такое двое. Потом в одном направлении, в другом, разнобой. Это как разминышка идет, да? Дальше этап идет тоже такое упражнение. Мы ставим руку уже в кулаках. Четко ладони вверх. Мы делаем два жестких движения. И раз будет, да? И два. Вот поскольку я по дебиле отцепляю. Руки параллельно, да? И два жестких движения. Ну подсчет это будет так. И раз. Жесткий. И раз, да? Разворачиваем. И два. И раз. И раз. Мы не успеваем зажаться. Психологически мышцы не успевают зажаться. И раз. Два жестких движения. Так по одному, так по другому. Быстро сработает лицепс. Быстро сработает лицепс. Быстро сработает лицепс. Он может там выше. Не знаете лицепс, это лицепс. Вот этот лицепс, вот этот лицепс. Если и т.д. Двое можете здесь и птик. Вот. Поехали. И раз. И два. И раз. И два. И 1. И два. И раз. И раз. поворачивать и раз и два и раз и два и раз и два и раз и два вот уже понятно психологически тяжело срабатывает дальше начинается этап физически сложный по началу но зачем дальше надо обязательно следить это все больше делается после этого дальше мы начинаем тянулся праве потому что это когда мы бежим когда-то марафонские дистанции а надо в ритме дыша здесь не надо здесь надо спокойно учиться дышать но не зажимать дыхание потому что у многих людей психологическая привычка задерживать дыхание это экстремально работа актива поднимаем уже будет стоять на месте сильно сильно и тянем параллельно сильно пальцы плотно жарко тянем сильнее че тянем 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 сильнее пальцы еще сильнее и и еще сильнее еще сильнее нехалтую тянем максимально тянем больше чем мы можем тянем на 3 и от кончика пальца и и вот так мы делаем в течение нескольких минут вот поверьте кто не пробовал это делать это физически очень тяжело но это тяжело а потом в организме что происходит у нас суставы все ставятся правильно у нас вытягивается в позвоночном виде у нас работает правильное мышцы что не тянут дальше после того как потянули вверх мы установим все ровно и сильно тянем руки вниз а теперь о правильном положении тела запомните и постарайтесь так включить себя хранить все время вы когда себе потомчика решете во вторых это правильно положение тела мы берем линию и пресс давим вниз и попчик тоже мы мы желаем но поясница вытягивается я ее должен почувствовать зажаривать делаем выполняем потому что у вас проблема прогиба спина у вас долго не проделась потом начнутся проблемы со спиной вот дальше берем линию надпуху и тянем ее сильно назад поясницу вот сюда ударяем вот сюда чувствуете позвоночнице? его надо чувствовать дальше поднимаемся выше грудь подаем вперед чуть-чуть а там все как и осталось вот плечи вверх и вниз сначала приподняли вверх и опустите их вниз и макушка сильно тянется на вверх но при этом есть и не зажат вот такое положение искусственное я себе создаю а потом стараюсь свое положение все время придерживаться как ходить, стоять, сидеть и все делать даже сидеть в таком положении не вот так, не вот так все равно у кого сидящая работа или руки делать даже наклонившись вперед а то двинувшись назад мы сохраняем это положение когда вся спина придется весь позвоночник что у нас позвоночника сообразно мы все знаем учил анатомию, биологию он сообразно и что происходит? у нас когда стульемся вся напуска на позвоночник идет когда мы делаем такое состояние мы сообразно вытягиваем за счет гиперэкстензии за счет сухожилий и мышц не вяжем потому это дольше сохраняет живыми наш позвоночник а во-вторых это делает правильно сам тоже ходить когда мы ходим тоже по походу я его не попросу но положение у нас сохраняется все время дальше мы тянем просто длиннадцать вниз то же самое только сильно вниз параллельно параллельно сильно глаза перед не открываем шилить не зажимаем да потом нет а потом нормально растет у вас чёпко вниз тяни тяни сильнее чем сильно пальцы вот так вот я тебе не сохраняю как я вам сказал чуть расслабили еще раз да не надо так прижимать сильнее просто вниз тянем Нет, тогда не нужно, от кончика пальца, от кончика пальца. Как вам делать это? От кончика пальца, вот пальца. Смотрите, вот вытянутая рука, вот эта она уже не вытянутая. Вот линия, да, и я идёшь с ними на эти тяги, музыка. Вот тут я хочу почесать на столе, когда я не накладываюсь, понимаете? Только делаю вот так, несколько раз. Расслабиваюсь, расслабиваюсь. И-и-и-и! Не надо понимать, что расслабиться не надо так инорологически. Мы делаем это, расслабиться, естественное положение. И-и-и, да? Дальше. Дальше мы все отлично будем в сторону. То же самое. Сильно-сильно. Это для себя надо, не для того. Потому что на физкультуре это всё делается как того. Да? Пальцы плотно сжат. И сильно так же в сторону. Потом чуть-чуть расслабим. И ещё-и-и-и. Но надо во времени не подержать. Сейчас у нас нет времени. Посмотрите, я говорю. Вот проблема. Можешь делать вот так тянуть, это не в сторону. И вот так может тянуть, это тоже не в сторону. Тянуть надо чётко в сторону. Вот понимаем. Туда? Сюда. Туда разберут и растянут. Поняли. Поделали так? Ну несколько раз. Вот расслабляем так. Потянуем, расслабим. Потянуем, расслабим. Вот на этой минимальной эпидоде мы должны понимать, где вытянута, где расслаблены. И те, кто делает это визуально, тоже должны это понимать. Дальше мы забираем еще в ладони наверх и делаем тоже сам. Да, пальцы блок должны. Вот тянем, тянем. Но на самом деле это мы делали как минимум 20. А сейчас будет всё. Понятно. Чуть расслабили. Потянули. Да. Сейчас вас не мучает. Мучает. Расслабили. Да. Дальше мы, дальше этап начинается. Мы опять принимаем руки наверх. Да. И теперь, держа всю спину, мы начинаем тянуть руки назад. Только не сгибая локти, а именно полностью руки. Да. И не прогибая спину. Смотрите, какая здесь опасность. Опасность сделать вот так. Или опасность сделать вот так. Вот это положение, я сказал, корпуса, оно остается всё время и работает. Это не аккредитное движение. Поймите. Не можешь, всё равно человек раз, и руки вывернуты. Это движение для вас. Докаживает себя индивидуально. Потому что у каждого разная, как это называется, ну, пластичность суставов. Да. Кто-то сидит в шпагатике, кто-то нет, потому что он может порвать с первого раза. Он это свободно делает. Очень просто удивляет. Потому что, как будто девочек тоже надо укреплять. Потому что, надо укреплять. Потому что, надо укреплять, что вращается в нехорошие болезни, если мы это принесли прожилия мышц. Суставы будут вылетать и всё исправили. Потому что мы подняли ручки, да? Подняли. И пошли руки назад. Параллельно. Параллельно. Солнце не выдержало в руках. И сильно назад. Не прогибая стилий. Не прогибая. Сильно. Колени не сгибая. Сильно назад. Сильно. Сильно. Так. Вот. Ложи. Не, нет. Это не надо. Сколько со своим. Максимум. Ну, он покочи снять. Вот надо. Не тропи по спину. Вот. Вот. Прямо со спины. Не тропи по спину. Аликки. 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 Чуть-чуть и колдунешь. Вот. Чуть-чуть освободили. И еще раз. Вот, подожди. Вот тебе прям пригиб. Вот действует все время идет желание прогнуть пояснения. Нет, вот поясница. Поясница в тухом положении. Вот, не так. Понял. Хотел это? Попонятно. Ну, то есть, кто не делал, но... Да, вроде ничего. Без вами ничего не происходит. Дальше мы назад делаем, чтобы сделать правильное движение назад, мы плечи опускаем вниз вперед по суставу, просто опускаем вот сюда, чтобы не потянуть сустав, плечи надеваем вперед, вот так, и дальше ручки пошли, не наклоняясь сильно назад, ребром головой, плечи опускаем, да, и сильно, 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 мне не упонять. Смотрите, насколько больше руки поднимаются, он два раза больше поднимается руку ключей, если он опускает плечи, понятно, да, то есть приподняем там в плече сустав вверх подернут и мышцы зажат, когда только опускается плечо и сустав, вот получается, сразу получается возможность работе мышцы с урожей, вот потому больше это развивает, поняли, тогда есть понятие, Дальше мы делаем, как мы перспороны, то же самое мы делаем назад, не прогибая спины и не опускаем, параллельно сохраняем лопатку сильно, не торгаем, но еще прогулась спинка, не прогибая спины, еще при этом мы стараемся, чтобы ладони разворачивались в сторону больших платьев, не прогибая спины, да, вот так мы поделали назад, да, Вот так, вот так, хватит, ну сегодня, главное, было 3-10, я вам понял, что дальше мы делаем, такое упражнение, получается, на руке только планируется, дожигается, и вот, вот, просто мы делаем, как мы руки берем и, вот, округляем, ну, смотрите, не назад, да, не вперед, мы только берем, только руки отточены, и вот эти части, да, Стоять, оттуда, оттуда, то есть стоять, стоять, пальцы вогны, не жмай, руками, и не внизу, вот положение, это высоко, четкое перед please will be, четкое перед � oggi, вот, mãe Feldman, чтобы подачںаться, вот тянули чуть-чуть так вот и поехали опять это не чуть-чуть да, сильно-сильно-сильно пальцем вот нашел сильно тянем вперед раза три-четыре это я сейчас быстро все делаю хорошо, да а вот дальше начинаем вращательные движения руками и сначала, чтобы после после того как протянуть статически, чтобы ничего не протянуть начинаем простое вращение простое вращение будет скрестными руками перед собой но прямым еще, чтобы руками правильно махать все соперства так оно проще импульс маха руками вперед начинается сверху поставьте руки наверх да, бескрестно максимально быстрее прямыми руками импульсом вниз идет движение вращаем вращаем посмотрите сейчас на губы ноги видите, вот позажимаем а те, кто расслабляет сразу начинает в другую сторону в другую сторону снизу начинает здесь всегда движение активно, активно это здесь активация такая меня спаси даже у меня волосы так переплатят хватит сейчас подниматься дальше этап параллельными руками ну поскольку это возможно руки параллельны и вот тут мы сейчас почему импульсом вниз не не дорогая мая я понимаю, что у нас такая группа тарелочников параллельных мы делаем вот так параллельными руками параллельными руками максимально только сзади параллельно уже себе не получится но впереди мы делаем раз два параллельными руками вперед мы собираем это не параллельно руки наверх вверх 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 прямые руки и оп вернули и оп опять честный это не руки это уже только руки только руки потом импульс все тело такого не знает чтобы прямые руки и оп оп опять оп оп а ты ты это не параллельно вот тут мелочь такая в школе делали на всех физкультурах мы махали руками но здесь именно проследить чтобы человек важный чтобы понимать тело свое да вот вот сидел человек который в клоунаде это тоже очень важно особенно ты рукавой я знаю что он очень много умеет просто вот дальше мы то что же вращаем назад ну назад вращение начинается вот там понятно и тоже импульс снизу начинается импульс снизу приготовить и внизу и назад вращаем активно параллельно параллельно это не параллельно 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 вот тут здесь хотя бы перед собой параллельно спорим дальше это тоже очень полезное упражнение муки ставим вниз и тоже будут работать только руки в крайнюю точку и мы делаем так 1 2 3 4 потом меня направлено будет 5 6 7 в общем мы должны рассмотреть что не было это так 1 2 3 4 5 6 7 значит не было так 1 2 3 4 5 6 7 четко распределяем и дальше так же пойдем назад на 5 меняем направление ладони туда поставим руки наверх поехали и параллельно ровно поехали и раз два перед ним это другое руки прямо вверху мы делаем это не алкоголизное движение это из крайней точки 1 2 мне не нужна такая амплитуда мне надо сюда в ноги мы вывели в крайнюю точку у нас уже размяты к этому времени хорошо суставы поехали это же у вас уже размяты и кровь тебе будет вот и тазы и поехали назад вот с крайней точки мне не надо вот такое движение вот он 1 2 3 4 5 6 7 8 он все время там я его в своей крайней точке помните поехали и 1 2 3 4 5 6 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 нет снизу вверху вниз снизу 1 2 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Сейчас объясню, почему. Но что появляет это упражнение? Есть такой психотерапевт, американцы, был таким, Лоурен, есть так называемые арки Лоурена. Их описывает, есть такой режиссер и президент Академии Акологии и Театра, Евжения Баркова, вот он их описывает. Чем просто занимался психотерапевт? Он просто пациентов выявлял у них физические зажимы. И многих, убирая физический зажим, он убирал у них психологический зажим. Потому что зачастую физический зажим связан с психологическим зажимом. Вот и все. Вот многие, заметьте, ну те, кто, особенно те, у кого есть дети, у меня есть, потому я знаю, иногда он зажат от того, что он тело, а потом человек начинает заниматься танцами, спортом, вдруг растягивается, и в нем меняется психология, в смысле более свободный человек. Есть замечательный актер Олег Стефан, его называют, он потрясающий тренинг, говорит, гуру в театре, но те, кто учились в мастерии, его знают. Он говорит, что комплекс это прекрасно, есть с чем бороться. Понимаете? Насчет комплекса. Почему прекрасно и есть с чем бороться? Потому что великая штука победить себя. В театре это больше всего ты замечаешь, в жизни меньше. Я боялся делать кувырок вперед. Он говорит, что ему не нужно, когда кувыркаться вперед. Но я себе переборол и сделаю его, а дальше я совершенно свободно кувыркаю. Видите, я вышел, сделал кувырок себе, вот сам себе, а я уже порция, я уже более свободный, на один кувырок вперед. Я говорю, что случилось, Данич? А сзади я кувырок вперед сделал. Повырался сделать кувырок назад. Я его сделал, я не сидел в шпагате, сел. А теперь еще поперечный, в такой, в такой. Сел. Это как у тебя, Курбас, чем занимался, например? Они занимались цирковой акробатикой, они занимались ездой на роликах. Хотя они в театре ни разу езду на роликах и не использовали. Но они прекрасно ездят на роликах. Понимаете, это еще один вариант свободы нет для того. Вот. Но лучше всего быть свободным. Дальше. А дальше упражнение, которое выявляет физический зажим. Это привет Моисея Кочавусина, те, кто у него учился. Замечательный человек, очень жесткий педагог. И я ему благодарен, наверное, больше всех. Это ученик, тоже замечательного педагога, который вообще историческое движение постсоветского пространства. Это Кох. Книги есть в интернете. Потому что сцент движения, фехтования. Но это, считайте, ГУ, вообще сцент движения чуть ли не европейского. Второй Немировский. Какие-то работы есть. Станиславский лично его знает. А, еще. Кох, чем интересен. Он еще преподавал дуэльное фехтование для офицеров. Он прекрасный фехтовальщик. Так, сейчас, что мы делаем? Ну, при этом мы сегодня, я, Плеча Розина, бездравский фурор упражнений. Начинаем, а вы сейчас поймете. Мы ставим ножки вместе. Ручки поднимаем вперед. Вот так, да? Нет, не вперед, а наверх. Ручки четко наверх. Ладошками вперед. Параллельно, значит. Это здравствуй, словно. Вот. И делаем от поясницы. Мы наклоняемся вперед, голову поднимаем на вверх. Руки остаются у шеи вообще. Голова на верху. Поехали. На четыре еще. Поехали. И раз. И сейчас я поправлю. Два. Три. Голову на. Четыре. Вот стоим. Стоять! Мама. Голову на верху. На верху. Вверх. Голову на верху. Голову на верху. Нет, вот это. А, вот. Вот, смотрите. Вот положение. Стоять! Ножки вместе, да? Голова на верху. На верху голова. На верху голова. Спинку проберут. В таком положении, да, это тяжелое положение. Ладно, сейчас. Ладно, долго ножки. Чуть. 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 Вот это вот проблема. Дальше стоять. Так, ну ладно. Если кто-то не выходит. Из этого положения мы руками ведем себя назад на четыре счета. Идем. Раз. Два. Три. Четыре. Дальше. Ножки вместе. Не согнуты. Можки вместе. Не согнуты. Голова на своей груди. Поэтому с другой стороны. Вот. И не прогибаем спинку, а наоборот корпус заводим назад. Очень неудобное положение. Ножки вместе. Колени крутят. Больше. Вот удар. Дальше. Сделано хорошо. Потом опять возвращается. Нет, опять опять положите. Раз. Через поясничку. Два. Голова. Хоть на верх. Три. Четыре. Голова наверх. Тут тебя надо приучить. Это кто-то туда. И дальше. Второе сделано. Назад. Руки заводят. Назад. Заводят руки. Вперед поясница. Назад. Руки. Голова. Своей грудью. Там грудь ее. Пошел грудь его. Сосновить его. Все. После этого мы спокойно натоняемся к ногам. Берем себя заигромочной и прижимаем к нему. Заигромочной. Да. Просто прижать это восстановить. Вот это упражнение. Одно из. Выберите. Вот это упражнение, которое используется в психиатрии. Одно из них. Потому что вот тут вы сразу можете понять, где у вас кариозы, где у вас зажимы, где у вас что-то болит. Да? И ключи не обязательно там контролировать, потому что вперед я ухожу поясницей головой, назад я ухожу руками. Нет. И вот о чем-то я назову. Хативное упражнение знаю. Знаю, поверите. Но это я сейчас быстро не достал. Но он достал и получится в голову, да. И резко не выходить. Не надо ни такого, да. Ноги теперь нашли, а не туда. Ножки опять вместе. Второе из этого вести упражнение опять. Ручки наверх. И мы наклоняемся вправо. Да? Здесь ладошки как раз параллель. Да. И мы стараемся сделать таклон вправо. То есть, смотрите, вот это мы называем. То берем его назад, то реагируем его садик. То сдохи, да там, не уходь, а это другой. Оставляется параллельность в руках. Таз не уходь ни вперед, ни назад. Мы четко. Это не придумываем упражнение. Руками не надо. Руками не надо вот этой частью. Мы пытаемся уйти вправо. Да, но ноги, смотрите, вы видите, вот с ножками не уйти. Чего не должно быть, ребят, здесь. Смотрите, вот здесь тоже хитрое упражнение. Его можно сделать амплитуднее, выстрелив в таз вот сюда. То противовес получается, да? Визуально. Здесь нет, она к углу ногах прямо настрелится, и патрону не амплитудное. Мы уходим, еще вот это, так вот здесь какая провокация. Таз завалить сюда, или таз завалить вот сюда. Нет. Оно очень не амплитудное. В уголок уже уходит. Все уходит сюда. Вытягиваешься из-под перечня, так же в другую сторону. Попробуй. Это такое, ну, это же упражнение «клазная себя». Что-то, 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 значит, нечего-то, здесь, как бы, бездеварительный. Или в другую сторону, что-нибудь вот так вот, где-то, да? Ты прогибаешь спинку. Это очень параллельно. Видите, вы слышите, как-то в боку, что-то, вот я сейчас там, вот, вот это, из этой точки делаете. Вот, больше вы такое заметите, такое, больше и не надо, больше и не надо. Потому что, что здесь получается, мы всегда, ну, в жизни мы делаем все с каким-то противовесом, да? Мы присаживаемся противовесом, мы что-то вытаскиваем. Здесь нет противовеса, здесь просто мозгами я свой центр четко оставляю в другую сторону. Вот. Дальше начинается от нынешнего упражнения для ног. Сейчас я не буду в югах вообще, но в джинзек тем более неудобно делать. Еще в начале, тогда я буду делать. Сейчас покажу, можете повернуть в джинзек. Если мы делаем вращательные движения, да, калина, здесь я думаю, что может быть все, чтобы оно не мешало, да? Мы максимально внутренне себя, как будто каким-то темой груди, максимально за себя и не ставим все время в будинское положение. Потому что круговое движение было не вот такое, вот, все тело одно пасло, а только работало, не в зейдем темпе, а надо просто попробовать. Нет, одна надо 10 раз в одну, 10 раз в другую. Вот, например, 10 в другую, 10 в другую. Нет, а вот ты тут нет, колено, максимально колено, да, колено максимально завести за себя. Нет, не стали. А вот тут что включается, смотрите. Да, а еще чтобы не было вот этого. Да, но вот так переходили, только колено ведут. То же самое вперед будет. Зад коленой начинает и вперед добудет. Чтобы не шататься. Вспоминать вот это в начале самого упражнения. Положение тела. Мы макушкой тянемся в линию, мы устраиваем наверх, тогда мы не будем шататься. Нога, мы стараемся работать на полных амплитутах, не быстро. Можно разминать вот так. Можно. Можно разминать, да. Но мы сейчас только, когда мы не разминаем, мы развиваем. Потому что проработка медленная, фактически-селитическая сустава, она его, во-первых, делает гибче, во-вторых, устойче, во-вторых, делает мышцы сильнее и более выноснее. Хоть сделали десять в одном, десять в другую. Потом коллега, например, дальше идут коллеги. Просто выходите в боковую и попробуйте. Просто что-то джинсы как-то не удобно. Я просто это знал. Выходите в боковую и попробуйте. Видите, заваривают. И просто, нет, это не то, что упражнение. Рука может и висит, что-то не сбывалось. Амплитуда, это по крайней точке, пусть она не недалеко, но я должен, а это бусина. Вот я вот такой пример должен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три. Примерно, да? Вот тогда оно прорабатывается. Это в одну зиму, потом сзади начинает, вперёд. Десять в ногу, десять в ногу, потом какой-то. Колени. Тоже все знают упражнения, болтания, вот такое вот суставы. Тот же вариант. Колени, ребята, это самое вылетаемое место в теле человека. Не ожидаю, что у меня был спектакль, где я начался, я убегал на сцену и делал вот такое вот движение. Ну так поставлено было. Варабес, как в иноиде. Я делал вот такое движение, у меня хрусть в колене. А зритель, наверное, услышал. Боль дикая, просто. Не, я доиграл в спектакль, к концу вот такое колено, какая-то драма. Поэтому коленям особое внимание. Но пока молодые, оно всё хорошо. Потом померите. Здесь мы становимся. Тоже ровно. Нож под носочек натягивает. И как цикл, мы просто пытаемся вокруг центра рисовать круг. Если чувствуем, что начинает ходить колено, пальчик вот так ставим, то пальчик должен расходить. Амплитуднее. Амплитуднее. Не, не, не. Вот эта часть. Сильно натянуть под дымом. И вот эта часть рисует. Вот эта часть рисует максимально круг. А колено остаётся на месте. Не вот так вот, фигня. Вот. 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 И в бок заводят. Но то же самое потом в другую сторону. И в другую тоже самую сторону. Тоже не быстро. Вот тут быстро. Не быстро. Потом мы так разлинаем колено и переходим на стол. Зачем надо следить, когда мы разлинаем стол? За руками. Сейчас обратите внимание. Ножки параллельны. Ножки параллельны. Ножки такие вот такие вот вещи. Вот это можно делать. Вот это можно. Ну, начнем с простого упражнения. Это мы уходим сильно на носки. Потом выходим на пятки. Когда мы уходим на пятки, мы сильно носки подаём на себя. Здесь важно очень, чтобы растянуть экраноженную мышцу. Да. Поделайте. Переводь назад. А вот теперь смотрите за руками. Я ничем не хватаю. Руки при этом должны быть свободны. Психологически связанные места в теме человека. Это коленостоки. Руки расслаблены. Да. Да. Вот еще раз. Расслабленная кисть. Смотрите, что такое расслабленная кисть. Ну, пока можно это не делать. Это даже пальцы. Идеть даже надо за пальцами. Потому что вот эта вот поджатая кисть. Смотрите. Пальцы раздвигаются и сразу зажимается кисть. Потому что кисть под борьбой тех, кто занимается, я не знаю. Хотя что, чтобы укрепить кисть. За счет чего травма происходит кисти часто при ударе. Ну, чрезапястный сустав начинает раскрываться и вот тут он тоже крепится. И вот тут вот больно не из-за прессования, из-за того, что раздвигаются вот эти вот пальцы. Пальцы-то сюда, жукут. Правильно? Поэтому лучше за красный сустав. Поэтому укрепляю всегда вот эту часть, там, борцы, бойцы, чтобы не меньше тренировалось. Ну, ее дошел, например. Так. Кольки, да? Теперь круговые движения. Вам все знакомо. Полу пальцы, внешняя ракаточка в друг друга. Это не бывает. Да, круговая рака. Ну, чуть-чуть шире ножки поставьте, если неудобно. И следим, чтобы кисти не зажимались. Какого? Активно и сильно, да. Она как? Ну, то же самое и другую сторону. Видите, что у вас тут уже есть? Ничего зажимается. Да вы обратите внимание. Здесь провокация кисти всегда. Происходит. Экологическая провокация. Ну, вот так. Ну, теперь, а следующее упражнение. То есть, когда мы делаем почти, да? Ныщий раз, внутренний раз. Ныщий раз, двух, три. Правильно. Стоп. Просто всем ударом. Вот только у одного человека, который реально расслабленные руки. Как проверить? Зажатые руки? Представляете, человек попрыгнет. Если человек прыгает вот так вот, это руки зажатые. Если человек прыгает вот так вот, это руки свободные. Понимаете, да? Дальше, либо простое упражнение. Мы переходим уже немножко к динамике. Мы подключаемся, да? Тут тоже есть на центре тяжести. Да? Вы на раз присели, на два наклонили. Да. Раз, и два, и. Смотри. За счет чего мы наклоняемся? Человек быстро наклоняется, что это не за счет того, что грудь уходит вниз. За счет того, что таз резко убирается назад и также таз резко поднимается. Знаете, когда человек наклоняется, я понимаю, что тебя сейчас режут в полчик. Потому что быстро поднимаешься. Потому что убираешь штат. Поним? На раз приседает. У нас ножки вместе, колени вместе, корпус прямо, да? То есть, раз, и. И. Можки вместе, носочки тоже. Носочки тоже, да. И попробуем. Поехали. И. Раз, и. Два. А два наклон. На раз присели на их сталь, а два наклонно и выпрямились. Ровно. Колени не разводились. Поясняк не делаем. Поехали. И. Как только поручить эти куточки? И. Раз, и. Два, и. Раз, и. Нет. Вот, смотрите, не совмещаем. Мы должны сделать. Раз, и. Четко встать. Два, и. Каждый раз выйти в прямую точку. Ну, понятно. Все это сделано. Хорошо. И дальше, конечно, это мой любимый упражнение, которое я очень люблю. Мы тоже подготовку уже к растягиванию. Сначала правую ножку поставим вперед. Левую голову на одной линии. Нет, на одной линии четкой. Стопа идет. Вот. Вот так. Видите? Четко обновили. Чуть-чуть шире. Чуть-чуть шире. Чуть-чуть шире. Докуме есть вперед. Докуме есть. Ну, кто вас у того, чтобы колени прямые оба. Оба колени прямые. И вот дружинить. Смотрите, мы делаем так, четыре дружинки. Это раз, два, три, четыре. А на пять, шесть, семь, восемь, себя начинаем жать вниз. Понятно? Ты готовишься. Другие отлично. Докуме есть. Докуме есть. Я сильно против тоже не хочу. Я сейчас на ногу. Поехали. И раз, два, три. Дружинить, четыре. И жмем сюда вниз. Пять, шесть. Нисть жмемся. Семь. Поясничек просто ждем. Пять, шесть. Колени прямые. Семь. Восемь. Дружинить. Раз, два, колени прямые. Четыре. Жмем шесть. Ждем шесть. Семь. Стоп. Понимаешь, что такое дружинки и жмем? Раз, два. Раз, два, три. Четыре. Пять, шесть. Семь. Еще желательно сжать себя не львом колене, а пояснице вдольной. Попробуйте. Чуть шире. Еще шире. Шире. Поехали. И на ногу. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, львом, семь. Колени прямые. Восемь. Раз, два, три, четыре. Жмем шесть, семь, восемь. Раз, два, колени прямые. Четыре. Ножки на одной линии. Шесть. Семь. Восемь. Раз, два, колени прямые. Четыре. Жмем шесть. Восемь. Семь. А вот теперь можно приставлять носку вот сюда. Ту же ножку правую. Правую. Вот в виде правой. И давай продолжаем то же самое. Поехали. Четыре. Раз, два, три, четыре. Жмем шесть. Семь. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот тогда было там только восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поехали. Восемь. Раз, два, три, четыре. Жмем шесть. Семь. А теперь правая перед левой. То же самое. Если вы левое плечо в сторону правой ночи не управляете. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. 3, 5, 6, жмем, 7, 8, 1, 2, 3, 4, жмем, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, поменялись тогда, на крылья, теперь левая крылья, и то же самое, на одной линии, вот одна линия, что мы еще включаем? Мы еще включаем, тело лежит в равновесии. Понятно? И что получается с упражнением? Мы начинаем расстоять. Ну ладно, я не буду, я не буду, я не буду, я не буду. Дальше мы переходим к этапу, после этого упражнения, ну там можно еще забавлять, но это будет. Да или будет, пусть курт, пусть снимет, не знаю, что. Да я не знаю, так снимайте, конечно. Я же тебе сказал. Да, снимаю. Вы шабак стоите, я бы вообще цок уже себя вознял. И сюда, ну давайте, давайте. Ну они просто опутили, мы просто взялись сам. А вот дальше то, что я сейчас на самом деле могу тяжело делать, это все, вот это все, этап подготовки на самом деле к растяжке. Вот дальше, сейчас еще несколько упражнений, и мы начинаем переходить к шпагатам. Сейчас вы не будете, вы добавляете все, да? О горечном, о горечном, о горечном. Ко всем. Какие продажи мы, о горечном? О горечном тоже делятся, тоже на два типа, выгорожные и литвы. Вот, извините, теперь будет такое упражнение, там еще можно добавить лучше упражнение, конечно, но это базовое. Мы делаем правой ножкой выпад вперед, есть два бутылка, правая и не фехтовая, не фехтовая. Мы поделаем через пятку, туда впереди нога 90 градусов, сзади ножка прямая, сзади нога прямая, впереди 90 градусов. То есть после углов бы не должно быть. Нет, у камня мы не делаем. Что мы делаем? Мы делаем вот такое. Мы делаем раз, два, три, четыре, опять шесть, семь, восемь, здесь окрещаем угол, опять кинемся в голову. Жмем пять, шесть, еще нам, наоборот, семь, восемь, раз, два, у мужчинка, три, четыре, пять, ined кон сзади ногой, нищем шесть, vol, сзади неровное, шесть,ENT arrests, наоборот , семь, восемь, раз, два, chw sıрочки, три, четыре, только передним коленку я lord, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, у мужчинка, четыре, однаam respond,ran, шесть, ептемь, поменяется ressensnais7, поменяем, восемь. Другая. Поехали. И... Теперь, ребят, чему не должно быть? Не должно быть вот так. Да? Две. Видите? Я пятку тоже направляю в пол. Растяжка идет с двух сторон. Здесь и здесь. Пошли на пол. Поехали. И... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. И... Коленок поможет. Четыре, пять, шесть. Коленок сзади прямой. Семь, восемь. Раз, два, три. О! Четыре. Молодец. Пять, шесть. Руки на поле. Восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Не ожидал. Теперь фехтовальный выход. Зачем он встречается? Фехтовальный выход. Задим ложки. Видишь? Не так, а вот так. Лечи вперед. И то же самое. Теперь мы еще добавляем вот эту часть мышц. Приготовились. Выпад. Приделоши 90 градусов. Это не 90. Шире просто. Ровно корпус. Ровно корпус. Шире выпад. Ровно корпус. Правая нога. Это левая нога. Поехали. И... Раз, два, три. И... Ну шея, что это за уши? Ты меня такая. Пять, шесть, ног. Семь. Восемь. Раз, два, три. Давай вам провести спол. Четыре. Пять, шесть. Выбирай себе. Семь. Восемь. Семь. Раз, продолжаем. Раз, два, три, шесть. Пять, шесть. Семь. Восемь. Раз, два, три, штырь. Пять, шесть. Семь. Применяем ноги. Восемь. Смотрите, ребята. Ребята, все тихо. Смотрите, что... Я сейчас стану так, как мы сейчас ноги стоим. Это неправильно. Это неправильно. Это неправильно. Вот. Вот. Ровное положение. Да? Вот я иду. Вот это немножко больше работает. Другая нога. Поехали. Шире выводим. Поехали. И... Шире выводим. Это так же не с партикульного совета. Поехали. Поехали. И... Раз, два, три, четыре. Жмем. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Попробуем ничего не делать. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Другая. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Да. Это так. Я вас жалею. Это я вас жалею. Дальше мы переходим к такому стадику. Тише. Пожалуйста. Тише. 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 Если женщины проилете и неправильно. И. Так. Тише. Сзади прямая нога. Понятно? Я человек потихонечку. Что происходит в теле человека. Мышцы устает психологически. Мы не можем такого очень сильно потянуть путем. Потому что психологически мышцы боятся и мышцы держат сухожилие. Хотя тело уже готово к тому, чтобы немножко расслабляться. Все равно любой шпагат – это микротравма сухожилия. Всегда. Больно. Нет, но я вот это не травмирующий ухожу. Я показываю тот комплекс, который к этому времени уже выжился абсолютно готов к тому, и сухожилия к тому, чтобы их растягивать. Потом не важно. Потом и то же самое у нас будет шпагат, да, поперечный. Поперечный не выворотный, мы еще на пол ставим. А дальше уже переход из выворотного не выворотный. А дальше, ну сейчас я не спокоюсь. Да, вот здесь ножки ставятся, вот круг, да, и я вот помогу. Потом помогу, я сейчас не буду трогать, потому что у меня все сюда. Это один из этапов. Тот второй этап, да, просто человек один задний. А передише человек ножки дотягивает, да, один из видов растяжки. Потом то же самое делается с бабочек и всех дел. Ну я знаю, вот те, кто цирковым искусством занимаются, их растяжки, у них там вообще это все безухо жестко, в жесткой очень манере. И очень много, например, взяток театральной, например, цирковой студии. Очень много. Цирковая акробатика элементарная. Не такая, как элементарно какие-то вещи делать. Ну и так далее, да, и вот такие комплексы. Дальше интересный этап, может, дальше я покажу, дальше есть тоже интересный этап совмещения, это упражнение просто на взаимодействии. Начинается с самых простых. Я имею в виду, что я вам покажу какие-нибудь люди, которые могут показать цветовые люди. Вот, ну вот элементарные эти вещи тоже понимают себя, ну, естественно, это симопарк. Вы должны понимать, что, естественно, он должен быть общий центр. Ну, вот это, например, по-русу, чтобы выполнить, да. Смотрите, на счет самого простого упражнения, да. Самого простого упражнения. Здесь, на самом деле, есть сухажа, но мы сделали самую конструкцию. Элементарно. Да, мы берем друг друга, да, под руки, да, постановимся, здесь, 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 да, здесь. Пусть они, ну, стоянулись, ложки вместе, да, руки сначала должны выпрямить руки. Понимаете, так, с этого. Ну, а с этого мы подцем, потом мы выпрямим руки. И дальше мы с руки все время выпрямим, вещи расслаблены. А дальше что мы делаем в этом положении, мы и сажим. И сажим, и с ней. Нет, ты видишь, что вы стали с собой? Вот, первый момент, вот мы руки вытемли, там, где здесь руки вытемли, пола, пола полностью, и до конца их вещи мы не напрягаем. Да, да, да. Центр, чтобы нам сейчас справиться, это под центром, под центром, как вовремя. Вон туда. Центр посередине. В этом положении мы просто, и есть, есть, должен. Детя и границы, детя и границы, детя и границы, и седайте. Думайте назад, посадьте, вот так и седайте. И так же мы продолжаем седать. Двигаясь назад. И дальше мы лучше потягиваем луку. Посмотрите, да. Сейчас я посмотрю. И можно еще взять за них здесь, можно еще взять себя выше. Вот так, да. Выше. Сначала мы потягиваем луку. Сначала мы потягиваем луку. И сначала, потому что здесь есть только, где типа полностью вот так. Вот выйти, вот так. И приседай. В кочке направлять оценку. Смотрите, что происходит. Сделайте это. Сначала надо подниматься от центра. Сильно выяснить муки. Плечи вот так до конца стремятся. Цепь прямо здесь в вашем конкурсе. Присыпаем. Взаимодействие. Что происходит с человеком? Человек всегда бережет свой центр и ему кажется, что все падения. Все падения у нас идут. Центр один. Мы должны действовать. Вот цепь. Видите, вот теперь пояс волны. То же самое у нас будет происходить, если мы встанем спина к спине. Спина к спине. То же только мы встанем спина к спине, чтобы друг к другу обоградить. Вот. И приседаем. 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 У него будут напрягаться мышцы. Так мы все время действуем. Деагноза и середина. Мы тоже работаем с общим целом. Ребята, поехали. Пробой. Нет. Сейчас Ва, Вас, Север. А то не Север. Вы присылайте. Вот. А что вы делаете? Вы сейчас к нему повинете. Ребята, еще раз. Смотрите, что мы сейчас делаем? Мы сейчас делаем другой вариант. Я сейчас собрался? Мы сейчас делаем другой вариант. То есть сын, эти тысячи стадов, он поднимает во вес. Мы, вот, на самом деле, эту качество. То есть, не важно, есть. Мы, вот, на меня лучше не станем. Ого! Я сейчас и на месте, и он садится. 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 Вот, друг на другу. Вот, друг на другу. Она бешеная. Мы лучше не надеялись. Видите? Садится. Вот и все. Мы стоим одним весом. А не пять минут два. Вот. Потом тоже. Кстати, попробуем тоже какое-то упражнение. Садится. Ей, лучше не желаем. Это не надо. Потом уже становимся друг с другом. Вот так. Только плечи, грузы. Вот здесь вот здесь. На них максимально пытаемся друг по другу отходить. Чтобы это получилось. Чтобы это получилось. Чтобы это получилось, опять. Давление она все время оставляет вот здесь. С этого. Которые группы экологичные решения переносить. С этого своего места сюда. С этого очень здоровая. Чувствуешь, что тяжело. Срава давление ему повернуть, я там. Шею. О, нет. Меденько. Может, делайте меденько. Смеденько. 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 По центру уходит вперед и уходит, тем самым ложится. Нет. Центр один. Вот это вы должны идти. Он центр. Понятно? Ну, один пусть стоит, другой не совсем рядом. Нет, только все равно. Да, но все равно. Во-во-во-во. Вот. Не надо, хватит, хватит, хватит. Вот эти базы, эти все не могут быть. Но все равно нет, потому что мы для этого время учреждали. Посмотрите внимательно. Вот ребята делают правило. Да, вот смотрите. Да, вот. А я тогда вам оценю. Не оценю. Да, все видите, где все. Вот хотел бы. Вот. Вот иди. Памятник. Да, 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 да. Ты нас задержал, что мы с вами не думали. А мы можем только управлять. Вторая штука тоже. Вот это вопрос. Вторая штука тоже. Интересно. Это вот так. И, конечно, таким же образом, мы отходим на себя. Это вот. Оценим на себя. Оценим, чтобы тазик назад не была. То есть, это вот. Возвращается. Возвращается обратно. Вот если мы такой паркет, как Бог, вы можете вообще вот такое положение. В полности. И не среди. Здесь важно, все интерес. Важно что? Важно, что опора не сутуется под положение. Вот это положение в теле, оно везде остается. Вот это положение в теле, оно везде остается. Вот это положение в теле. Вот это положение в теле. Дальше мы работаем. Вот это уже взаимодействие, такое, в принципе, простое упрождение. Вот если кто-нибудь взаимодействует с другом, взял, с другом. Получит. Хорошо, мы вас задавились. Посмотрите, дальше мы делаем такое. Включение первых, да? Один человек ведущий, другой в любви. Что первым я должен получать? А, вот еще двое. Смотрите, у нас есть тело, а поясница будет. Как повторяю это место, я величный бомб с человеком? Вот если я буду подсаживать с собой, я должен почувствовать четко ее величный мусор. Нет, простые. Да? Ну что, чтобы... А вы не добились? Посмотрите, я расточу. Вот я расположу. Отпуска. Вот если чуть-чуть протягиваем его, или вот так, раз вы его надо его. Дастану, сунду. Дастану. О, поясница. Вот. Да, подожди. Вот. Я вот человек, посмотрите. Посмотрите. Поясница, еще лучше. Человек должен доверять. Ну как, проверим? Вам комфортно? Да. Вот, потому что, видите, вот эта часть? Она плосно лежит. Дальше я беру чайчик ручки, подсаживаюсь в старую и до конца доложу их вниз. Вот здесь надо делать очень спокойно и тихо, потому что руки должны быть. Опять важный момент. Я человека поднимаю. Я могу сейчас резюме. Подождите. Смотрите. Просто я ухожу вот так. Вот. Дальше ложитесь. Таз. Видите, я таз отбиваю йоцентр. Мне очень комфортно, удобно. Мне не тяжело, потому что йоцентр четко на мою. Я могу там по этой спинке прокнуть ее, вынуть. Табу массаж. Да, на все тело. Опускаюсь. Вот. Можешь здесь? Да. Да. Еще, смотри, что я должна. Я не должен, не должен, если я начинаю. Мне должно быть комфортно, не должно быть и то, что я... Значит, тихо, пожалуйста. Пожалуйста. Я не должен, тем лучше, это руками. Знаю, я центр, раз подбиваюсь. Я в центре, где очень быстро, как воспринимаю. Это я знаю, как быстро. Вы знаете, что это? Не-не, что же неправильно. Не-не, может быть, я не знаю, как. Можно помнить. Можно еще и место. Не... Уже неправильно, нельзя. Помните, манца. Не... все обращение. Может, еще и место. Вы все... Сейчас, и что... ...выщем. Сейчас... Сейчас. 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 widgets... Субтитры создавал DimaTorzok 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 А еще насчет тех же сфер, где лежит центров тяжести. Сфера, как это, чего это называется? Виртуянская. А? Виртуянская. Да. Вот это наша свободная сфера, да, такая, обычная. И вот мы, и часто мы просто видим, опять же, в городах, чтобы вы понимали, опять, что мы играем, когда, вот как рождается этюд, или как рождается работа тела на сцене. Что в жизни мы не обращаем на это внимания. Вспоминаем. Нас вызывают на говер, там, или мы про винилища, там, директор, родители, там, или еще что-нибудь, да? Ну, я так, на дирекции. И мы подходим к двери. Чем ближе к дверите, у нас тело все больше и больше сопротивляется. Да, мы поникаем, мы подошли вот так вот к дверите, и Петраша говорит, извините, директор Заяч, что мы первым делаем? Yes! Мы отходим от двери. Это очень хорошо показано в фильме «Служебный роман», когда Мерков заходит к Френдрих, да? Садится там, и он там, в конце садится. Потому что, чем ближе мы подходим к этой точке раздражения, у нас все тело начинает с ним бороться. То же самое происходит на экзаменах и контроле. Чем ближе мы подходим, вы замечали? Вот, для нас раздражительным является, сначала в голове, что контрольное, но чем ближе мы подходим к кабинету, где будет происходить экзамен, контрольное, под сдачей проекта или счет, у нас еще больше не шаг колотится сердце, оно еще больше жарко становится, еще больше устает тело. И когда мы написали экзамен, что у нас устает? Мы физически устаем. Потому что мы отходим, и что мы тоже делаем? Кто-нибудь остается в том же зале, где экзамен устал? Нет, ну чем дальше, тем лучше. Потому что он, пока сидел на экзамене, усидило, преодолевало, он все время толкал в огонь. Понятно? И вот выйдя после этого, потому он устает. Потому что если что-то мы играем на преодоление, куда-то зайти и они изображают, мы реально всем телом это преодолеваем. Это коротко, о чем еще может заниматься на сцене движения. А так, в принципе, все. А мне в театре... ... ... ...